Электротранспорт готовится к пополнению. В ночь с 11 на 12 июля все автобусы, принадлежащие автоколонии 11-18, переедут в депо на Свердлово. О том, где разместят автобусы и как будет устроена их работа, выяснили наши корреспонденты. С 12 июля изменится расписание общественного транспорта. Впервые это связано не со сменой сезона. Ночью 11 июля все автобусы завершат свой маршрут не по привычному адресу. Вместо автопарка они отправятся в троллейбусное депо номер 2 на улице Свердлово. Переедут 103 автобуса сюда. Часть троллейбусов переедет у нас в первое депо на улицу Королевнихта. Ну и соответственно изменится несколько расписаний, потому что все представляют, если автобусы работали в основном с юга начинали работу, на сегодня маршруты большинство с севера. Но время начала и кончания рейсов мы практически последние сохранили. Поэтому я думаю, что для пассажиров никаких неудобств это абсолютно не вызовет. Наоборот, по ряду маршрутов появляются дополнительные рейсы. Сейчас электротранспорт готовится к пополнению. Для удобства парковки автобусов расчертили стоянку. На территории депо строится заправочная станция и заканчивается реконструкция цехов. Автобус заходит в линии, едет на заправку, заправляется, проезжает мойку, попадает в отдел технического контроля. ОТК его осматривает. Если не требуется никаких ремонтов, только плановый, он отправляет его, мастер ОТК, на отстой, как мы видели, на площадку. Если требуется ремонт, соответственно записывается и направляется на заявочный ремонт. Параллельно с ремонтными работами в цехах идет плановый техосмотр рогатых. Все троллейбусы должны проходить его раз в неделю. Загоняется троллейбус перегонщиком на смотровую канаву. Любая работа в себя содержит это дефектовка, осмотр, выявление неисправности, устранение неисправности. Туда же входит в эту технологию и мойка троллейбуса, портирка сидений и мойка снаружи. Перевозку пассажиров обеспечивают 600 водителей и 600 кондукторов. Электротранспорт постоянно модернизируется. Предприятие одно из первых в России внедрило на всех троллейбусах систему GPRS, которая позволяет отслеживать нахождение транспорта в режиме реального времени. Продолжение следует...